добрый вечер дорогие коллеги и возможно пациенты и просто любопытствующие в общем-то сегодняшняя тема важно и она важно больше коммуникации между пациентом и анестезиологом что анестезиологи зачастую приходят неожиданно к пациенту до каких-то скоропомощных моментах и если это плановая операция с анестезиологом в государственных больницах вы знакомитесь что называется тоже скорее всего на лету хирурги ну с ними хотя бы есть возможность пообщаться какая-то анестезиологом не так много выделено времени для общения с пациентом самый конечно частый вопрос это ничего ли не случится с нашим ребенком во время наркоза ну это вопрос безопасности и понятно что он решается в общем-то только применительно какой-то больнице и ее оснащению безопасность но мы все точно знаем что зависит и от уровня врачей работающих от их подготовки и от уровня оборудования этой клинике поэтому чем выше уровень подготовки чем лучше оборудование в этой клинике но тем меньше вероятность каких-то неожиданных приключений именно в операционной ну что современная анестезиология достаточно безопасно и пожалуй она превышает по безопасности авиацию но это включает в себя так скажем много рутинных вещей которые нужно просто выполнять если ты их выполняешь то как правило проходишь без приключений первый вопрос безопасности это еда что делать с едой как подготовить ребенка мы предположим если вам назначена манипуляция на 10 утра началось спокойно можете 8 утра дать ребеночку попить воды можно подслащенной воды это будет абсолютно безопасно и хорошо для ребенка есть такой препарат сертифицированный для питья перед наркозом называется провайт экстра но к сожалению он у нас в россии очень редко завозится скажем так это наверное москва питер может быть еще какие-то регионы крупные могут его получать эпизодически но просто на заметку можно иметь провайт экстра это пожалуй единственный препарат который одобрен fda это американская ассоциация по медикаментам который получил сертификат препарата который можно выпить до наркоза за два часа и получить и не получить на осложнение с едой чуть сложнее как правило соблюдается правило 6 часов но учтите вы когда поступите в больницу это не значит что вы прямо с лету забежали в операционную какое-то время всегда проходит время ожидания какие-то задержки несостыковки это все-таки больница и есть реальное положение вещей поэтому как правило мы например своим пациентам говорим что вы кушать можете за 4 4 с половиной часа если это малыши если там конечно взрослые дети 6 часов если это совсем взрослые 7 8 часов и это тоже безопасно и в принципе никаких проблем не возникает и любой в общем-то взрослый ребенок может выдержать 6 часов без еды но пищу рекомендуем опять же калорийную и углеводистую и перед наркозом это как правило может быть мороженое леденцы мармеладки все что дети любят самая любимая их еда сама конечно волнительная в этом моменте то что мы можем получить затекание еды в легкие и легкие начнут расплавляться и не смогут выполнять свою важнейшую функцию доставки кислорода крови нарушение дыхания нарушения вентиляции все это может привести очень быстро к летальному исходу вот этого больше всего мы боимся поэтому рекомендация по приему пищи она всегда жесткая если если вам ваш анестезиолог говорит не есть за столько-то часов это просто необходимо выполнять и не обсуждать с ним почему почему это нужно а зачем мой ребенок не выдержит не сможет ну здесь уже нужно поработать мама и папой и поразвлекать ребенка вполне можно отвлечь от чего-то и вода мы же не запрещаем пить воду за два часа спокойно можно пить воду если вода подслащенная то без проблем глюкоза не упадет в ребенка в крови и он не будет ощущать резкого чувства голода вот этого мы боимся многие говорят родители услышав про синдром мендельсона а может быть тогда не кормить его подольше это тоже плохо потому что чем младше ребенок тем быстрее у него может развиться нарушение обмена веществ чаще всего длительный голод у маленьких детей провоцирует ацетономические кризис или синдром ацетономический до белок жиры не усваиваются углеводы работают в этот момент тоже плохо и у ребенка накапливается на жаргоне это называется ацетон и этот ацетон блокирует центры приема пищи ребенок отказывается от еды потом отказывается от питья ну и соответственно у него развиваются нарушения водно-электролитного баланса нет воды нет еды нет энергии ребенок вял и скучный работа понос может быть почему себя чувствует весьма нехорошо поэтому регламент с едой он наверное очень очень важен для ребенка один из основных регламентов нужно делать так как написано так как рекомендовано вашим анестезиологам многие родители нас также спрашивают а как подготовить ребенка накануне что ему рассказать чем его покормить здесь нет каких-то универсальных рекомендаций чем занимаетесь с ребенком вечером вообще со своим вы с ним играете вы можете с ним сказать сходить в кафе вы можете устроить там праздничный день сводить его там бассейн поиграть его любимые игры поинтересуйтесь его любимыми игрушками поинтересуйтесь чтобы он хотел с собой взять в клинику такую игрушку что он считает своим талисманом у меня была одна маленькая пациентка которая почему-то отбирали все время когда нашла в операционную обезьянку и так подумал подумал почему чем нет лично обезьянка это мешает пусть она идет вот когда она пришла в операционную с обезьянкой она вообще не плакала даже не расстроилась потому что это была любимая игрушка и она сказала о его спасибо вам такое большое потому что это моя любимая сама игрушка мне было совсем не страшно такие элементарнейшие вещи могут сыграть успокоение ребенка очень значительную роль хотя мы надо со своей точки рациональной рациональное зрение не не всегда придаем игрушкам ребенка большое значение любит он какого медведя почему нельзя с медведем зайти операционную а можно если вопрос о стерильности возникает ну опять же отсылка к статье в штатов на которые написали посчитали что все что заносится в операционную извне гораздо безопаснее чем то что выносится из операционной зачастую и риск каких-то после операционных инфекционных осложнений не возникает если человек с собой берет нечто из дома телефоны планшеты 3d очки цепочки игрушки опять же как должно происходить погружение наркоз ну операцию это знает да это всегда какие-то песни танцы с бубнами работает всегда работает с нами психолог детские которые полчаса перед тем как ребенок попадает а ведет беседу с родителем обязательно обязательно с ребенком налаживает контакт в операционной как правило психолог заводит ребенка и последние года три мы видим как дети спокойно заходите никто не плачет это очень здорово потому что даже если он вошел в хорошем настроении на просто в общем-то и выход из наркоза будет положительный вот так это и должно быть у меня в клинике нет психолога поэтому мы пошли тоже по ним немножко по другому пути в плане этого мы просто заводим их вместе с родителями бою каем их вместе с родителями родители что-то шепчут им приятное в уши успокаивают гладят и большинством детей тоже проблем каких-то значимых не возникает иногда запах не нравится но тем не менее это все происходит намного спокойнее для ребенка чем затащить его что называется за шкирку операционную незнакомую обстановку где стоит как минимум четыре незнакомых человека и тебе просто элементарно страшно и детям можно наверно на индукцию наркоз опять же использовать вот любые положения стоя сидя лежа были пациенты которые приспакивали на лошадях приезжали на машинках не только на руках у родителей но хочется ему на лошади сидеть главное его не уронить он начнет засыпать многие родители спрашивают а долго это будет продолжаться правило индукция наркоза занимает полторы две минуты не больше ребенок через две минуты же с исчезнувшим сознанием может быть переложен на стол операционной ноги родители спрашивают о том об оборудовании клиники и спрашивают уже целенаправленно все ли у вас есть задают даже что называется конкретные вещи если у вас там дефибриллятора есть ли у вас там то какого следящее оборудование и мы во многом являемся открытой анестезиологии у нас можно зайти в операционную ну и много чего увидеть что у нас стоит дефибриллятор вон стоит монитор вот тут уже все подключено вы все видите продукция только одноразовая все при вас распечатывает все вам показывать все вам дают это тоже вызывает определенную флоту доверия пациентам насколько можно увеличить наркоз наверное до бесконечности но ты должен понимать зачем ты это делаешь как ты это делаешь ими ты препаратами работаешь и стоит ли это делать или может быть все таки стоит делать в несколько этапов поэтому здесь нет какой-то такой вот рекомендации не больше трех часов не больше двух часов не больше полчаса там или там а нет можно 10 часов работать здесь должна быть всегда завершиваться польза ожидаемое и риски пациента нужно считать о риску каких-то осложнений если высок риск осложнений как подготовить пациента что с ним сделать чтобы уменьшить эти риски через сколько можно пробудить пациента после окончания операции опять же это зависит от операции от того что делалось как делалось насколько это болезненно и какие препараты использовались ну в среднем если это взять только амбулаторную анестезиологии и операции в среднем пробуждение можно занимать от 15 до 30 минут после того как пациент проснулся открыл глаза начал раздельно разговаривать тут же разрешаем пить пациенты пьют у них немножечко улучшается настроение после того как им дает мороженое она прямо возрастает в разы мороженое это хорошие быстрые углеводы как ни странно быстро заглушают чувство голода поэтому после многих операций мороженое это показано что называется и прямо вот нужно всем сильно рекомендовать употреблять и опять же от родителей надо слышал не заболеет если он и заболеет но это нет мороженого мороженое тут ни при чем если брать поведение родителей после наркоза что им нужно рекомендовать опять же насколько вы с ними установили контакт от этого будет зависеть четкость выполнения рекомендаций мы всегда пишем рекомендации и отдаем их в письменном виде у нас есть бланки специальные где написаны чек-лист чек-лист поведение пациента после наркоза что ему можно делать и чего нельзя делать те рекомендации четко прописаны и прописаны приемы препаратов какие нужно принимать какие нужно и во сколько нужно принимать если пациент уходит домой если пациент остается в клинике конечно же этот чек-лист выполняет медсестра и мы еще идем по такому пути что для пациентов особенно маленьких не дал не должно быть большого количества запретов им можно ходить им можно прыгать им можно орать им можно беситься и можно ходить в игровую комнату можно кататься на лошадях игрушечных на машинках требовать с родителей каких-то желание исполнение желания все они это могут делать если ребенок встал и пошел и при этом даже запрыгал но почему этого нельзя делать я не вижу каких-то прямых запретов лежать на двух квадратных метрах это очень неуютно и очень неудобно особенно для малыша они гораздо лучше себя чувствуют когда могут перемещаться на могут прогуляться даже вокруг клиники хотя бы пусть это будет не быстро пусть это даже будет на руках у родителей но смена обстановки всегда ему идет на пользу насколько я знаю помню в норвегии у них даже пациентов из реанимации каждый день выгуливают на верандах просто с аппаратами выкатывать пациента и он лежит на веранде отдыхает смотрит теперь на на можно коснуться вопроса энтерального питания почему мы стали рекомендовать энтеральное питание давайте представим себе маленького пациента что он делает целый день он гуляет и ест ест и гуляет это его основное состояние теперь мы его поместим клинику у него было четыре часа голода ну предположим там еще два-три часа операции какой-то то есть уже шесть часов получается это ненормально для маленького пациента ему нужно это компенсировать и пожалуй лучше всего компенсирует энтеральное питание питание которое принимается через рот это оптимальное питание для пациента по виду она похожа на йогурт жидкая то есть очень удобно для приема ребенка имеет множество разных вкусов начиная от кофе ванили шоколада и заканчивая даже там овощным супом все это есть она содержит белки углеводы жиры в необходимой пропорции плюс витамины плюс какие-то минералы и ребенок может это с легкостью все съесть особенно в после операционном периоде чтобы восстановить свой энергетический баланс чтобы энергию ребенок все равно тратит а после операции нужно же еще заставить работать свой иммунитет а для этого тоже нужна энергия сердце будет работать по-другому мышцы будут потреблять больше энергии любого ребенка в после операционном периоде его личные энергетические потребности повышаются на 300-400 процентов это после даже банальных каких-то операций в виде паховой грыжи в виде любая плановая операция небольшая то есть вы представляете что начинается у ребенка если это большая операция но распадаются мышцы он худеет как это все восстановить вот наилучший вариант это энтеральное питание какое именно энтеральное питание здесь нужно думать в каждом случае наверное подбирать индивидуально и обдумывать какие-то варианты ну проще говоря есть специализированное это для детей с какими-то уже известными заболеваниями хроническими заболеваниями нарушение обменами веществ связаны генетические синдромы сахарным диабетом болеющих здесь могут дети требовать особого питания для большинства детей достаточно не специализированного питания хотя бы на неделю-две и тогда раны заживают быстрее после операционный период протекает более гладко нет никаких минимизируется степень инфекционных осложнений ну что опять же иммунитет это куча энергии дыхательная система работает намного лучше и мы это четко видим особенно по больным с дцп и с органическим поражением центральной нервной системы потому что самая уязвимая точка для анестезиолога у этих именно больных это как раз респираторная система она страдает больше всего в моменты операции и наркоза и в постнаркозном периоде как ее поддержать вот здесь мы всегда просим родителей покормить детей энтеральным питанием в дополнение обычному привычному питанию они должны кушать данное питание медицинское и тогда они значительно повышают индекс массы увеличивают количество белка у них нарастает какой-то мере мышцы понятно что за две недели ты не станешь бодибилдером но тем не менее какой-то запас энергии создается мы тоже неоднократно видели неоднократно отмечали но к сожалению с чем мы тоже сталкиваемся это непонимание даже со стороны врачей не говоря уже о стороне пациентов почему мы рекомендуем именно питание такое что нам говорят чаще всего пациент также хорошо кушать нам хорошо кушает а сколько он у вас весит завтра мне кстати планируется пациент при весе метр восемьдесят он весит 50 килограмм вы можете представить какой у него дефицит массы тела а после назначения и очень настойчивого убеждения о том что нужно кормить вот именно так мама покормила в течение двух недель и сама удивилась он говорит ой он набрал пять килограмм как так случилось а мы перед этим все хорошо кушали но почему-то у нас никогда так не получалось врачи нам никто не говорил про это центральное питание я теперь его можно буду кормить и после наркоза не можно а нужно кормить надо и после наркоза и еще какое-то время пока он не ликвидирует свой дефицит массы ведь это же и уменьшает реабилитационный потенциал пациента дальнейший анестезиологи они такие противные не просчитывать любят все шагов на 20 очень часто вопрос про анестезию бывает ли тошнота после наркоза тошнота рвота бывает бывает после наркоза по международным данным это 25-30 процентов в общем то считается ну вот они считают что у 25 процентов пациентов может встречаться тошнота рвота у меня в клинике стало намного меньше даже мы наверное где-то снизились до 10 процентов но за счет чего это стало возможно во первых очень жесткий регламент по идее рекомендации как мы кушаем до наркоза и рекомендации после наркоз если это все выполняется то процент тошноты рвоты снижается использование углеводистой пищи можно использовать такой прием если длительный наркоз то 400 миллилитров из раствора можно загнать 40 процентную глюкозу и мы получим фактически питательную смесь в каком-то виде иногда я встречал такие случаи используется аминовин во время наркоза тоже как попытка покормить пациента но здесь наверное нужно разговаривать если наркоз больше шести семи часов наверное да здесь неплохо будет использовать аминовин есть время когда его прокопать по всем что называется правилам у родителей вот у меня даже тоже как у родителя насколько оправдан наркоз в стоматологии детей или все таки можно обезболивать местно и здесь все достаточно довольно таки просто давай доска папуаса в евросоюзе запрещена законодатель не вас нельзя фиксировать ребенка в стоматологическом кресле насильно не родители не стоматолог и это у них проведено все на законодательном уровне мы до такого уровня конечно не дошли если ребенок не садится в кресло и ты не можешь его уговорить наверное лучшее решение здесь наркоз почему люди сомневаются опять же из личных бесед вывод один у нас очень пестрое оснащение больниц люди просто не доверяют они верят зачастую там шумным байкам каким-то ну а если ты людям показываешь качественное оснащение клиники и показываешь как это можно сделать хорошо то стоматология становится абсолютно безопасной во первых это всегда плановые манипуляции во вторых всегда есть возможность обследовать пациент если тебе что-то даже непонятно с пациентом ты можешь обследовать снова до головы у тебя всегда есть время для этого какие категории больных больше всего подходят под наркоз первое это дети до трех лет с ребенком до трех лет практически бесполезно разговаривать посиди секундочку посиди минуточку потерпи но это не действующий вариант зачастую второе это дети с органическим поражением центральной нервной системы с любым представьте себе дцпшника который не может принять определенные положения и ему посидеть с открытым ртом пару часов он это просто не сделает ну и соответственно будет плохая санацерта или очень долгая санацерта поэтому все это возможно сделать А можно тебя попросить вот прям вот как для простых людей для немедиков объясни пожалуйста чем отличается наркоз и анестезия вот местная там не местная вот как это все понимать родителям да что ты там делаешь здесь тоже смотрите а что такое считается анестезией анестезия это вид обезболивания какой-либо части тела но абсолютно сохранное сознание осознает где он что он как его зовут что он находится в каком-то месте но у него отключена какая-то часть тела это называется анестезия то что зачастую люди говорят местный наркоз что считать наркозом и люди иногда путают еще наркоз и седация здесь тоже очень простая грань между седацией и наркозом седация это все что позволяет контролировать твои дыхательные пути как только ты теряешь контроль за дыхательными путями за дыханием соответственно это уже наркоз при наркозе нет сознания и человек не может поддерживать адекватную вентиляцию легких своими силами своим организмом при седации это возможно вот чем собственно говоря отличается спасибо это легкое угнетение сознания но контроль за дыхательными путями всегда есть у пациента он может вздохнуть глубже он может самостоятельно усилить участие дыхание а при наркозе об этом попросить невозможно сознание уже нет дыхание не контролируется можно еще попросить это тоже ну очень частый вопрос у родителей а какие вот самые частые осложнения бывают при анестезии и при наркозе и самый распространенный топовый вопрос наверняка с ним сталкиваешься это а какие последствия наркоза есть такое мнение среди народу что наркоз обязательно оставляет какие-то последствия в дальнейшем в дальнейшем жизни если вы используете препараты качественные то в общем то никаких последствий не будет здесь тоже мне понравилось одно красивое исследование проведенное в австралии они отсматривали близнецов две группы близнецов это были исключительно плановые операции операции были как правило небольшими но уровня паховая грыжа там почная грыжа там какие-нибудь фибромы аденомы еще что-то мелочь такая и отсматривали этих пациентов на протяжении 10 лет и на протяжении 10 лет они не увидели никаких отличий исключение из группы были из этой группы были исключены пациенты у которых возникли какие-то осложнения во время анестезии это была отдельная уже группа поэтому наркозе о каких-то там долговременных перспективах о том что это оставит следы что ребенок будет умственно отсталым что это не правомирные рассуждения ребенок будет также развиваться как и все дети и прилепить на ребенка ярлык ой ему же наркоз проводили поэтому на физкультуру нельзя это тоже в корне неправильно или то что он там математику знать не будет он математику не будет знать только по одной причине если у него учителя математики нету или у него склонностей к математике нету он ее терпеть не может занимается только историей историям в 10 раз интереснее чем математика осложнения наркоза индивидуальная непереносимость препаратов может быть действительно такое бывает это называется монофилактическая реакция аллергическая реакция она может быть разной степени тяжести то что в народе называется ты покрылся пятнышками или потерял сознание анафилактический шок или крапивница эти реакции предугадать практически никогда невозможно они развиваются внезапно но если человек имеет склонность к аллергиям об этом нужно сказать во-первых анестезиологу и тогда количество потенциальных аллергенов можно уменьшить но как вы понимаете но нельзя убрать все препараты из нашего арсенала он достаточно большой но тем не менее тем не менее какими-то препаратами вы все равно встретитесь в своей жизни в ингаляционных анестетиках все боятся злокачественной гипертермии на самом деле это же не злокачественная и не совсем гипертермия потому что правильнее как сказал один профессор правильнее это назвать раз разложением мышц растворением их то есть мышцы настолько сильно сокращаются что начинают рвать и переваривать сами себя вот на этом фоне возникает возникает подъем температуры значительный это требует определенных действий от анестезиолога используется в данной ситуации только один препарат под международным названием известный как донтролин это очень редкая реакция но с высокой летальностью без использования донтролина если ты пытаешься лечить пациента без донтролина скорее всего возможен летальный исход а родители как-то могут определить что у ребенка злокачественная гипертермия и вообще как этот термин определяется чуть-чуть просто подробнее чтобы определить злокачественную гипертермию данная реакция она врожденная это генетическая предрасположенность что самое удивительное у вас может быть проведен не один ингаляционный наркоз прежде чем спровоцируется такой приступ что может навести на мысли о том что была когда-то у кого-то такая такая реакция на наркоз внезапная смерть кого-то из родственников повышение температуры постнаркозном периоде у пациента то есть вроде как операция небольшая а температура скопнула до 40 высота и она скупировалась вроде бы как но тем не менее неадекватный ответ вашей иммунной системы человек может пожаловаться что после кофе он чувствует какую-то скованность пожалуется на то что он не пьет кофе потому что после кофе чувствует себя не очень хорошо чувствует себя скованным у него руки плохо работают мускулатура как-то не так работает они зачастую не могут объяснить этих вещей но отказ от кофе это может быть тоже намеком на то что у человека есть склонность к гипертермии злокачественной у взрослого а как у ребенка проверить детям же не дают кофе или можно дать на пробу посмотреть на реакцию подростки пьют кофе но опять же смотрите вы пьете кофе а там кофеина нету если кофеина нету как вы узнаете и человек не будет жаловаться кофе без кофеина но это напиток со вкусом кофе потому что реакция возникает именно на кофеин а почему кстати такая реакция на кофеин ну может опять же это генетическая предрасположенность есть определенные рецепторы они становятся дефектными и у людей со склонностью злокачественной гипертермии эти дефектные рецепторы которые если соединяются с молекулами кофеина и с молекулами ингаляционных анестетиков торсодержащих вот получается такая реакция получается что ну вот кто не понял на всякий случай скажет что злокачественная гипертермия это всего лишь повышение температуры тела в ответ на наркоз и такое сильное да что пациент может не выжить да и это очень высокое энергопотребление пациент что называется сжигает сам себя потому что ну представьте себе мышца сократилась и расслабиться не может и по своей сути вот антидотом является донтролин донтролин это не что иное как то что называется у нас на нашем языке миорелаксант расслабляющий мышцу то есть он снимает этот блок он не снижает температуру он никак не действует на температурные точки если ты сможешь расслабить мышцу тогда больной выживет вот это и нужно сделать при развитии такой реакции поэтому донтролин это миорелаксант скажите пожалуйста вот смотри если мы не говорим о стационарном ребенку стационарная операция говорим о мелком манипуляции в которой произведена а произведена астезия или наркоз и родитель забрал ребенка домой зачем родителям нужно наблюдать вдруг вот разобьется я не знаю какое-то отдаленное осложнение на что должен обратить внимание после операции ребенка на необычное поведение ребенка если ребенок например очень долго лежит неподвижно если у него есть какие-то необычные реакции на окружающую среду он может что называется в народе заговариваться говорить какие-то необычные вещи или наоборот психомоторить то есть он может долго отключать да возбуждение ребенка начинается вот если ребенок психомоторит если ребенок неподвижно если он не отвечает на какие-то раздражители если он неадекватно реагирует на родителей если он не может опознать обстановку это повод для обращения к доктору и решения этого вопроса если ребенок опознает обстановку он понимает где он находится он называет родителей по именам он знает кто он если его можно добиться каких-то детских вопросов какого цвета машинка зеленая значит с его психикой все нормально если он даже плачет в этот момент пожалуй он больше нуждается в родителях и просто в утешении чем в каких-то медикаментозных средствах а что самое страшное для анестезиолога вот в его работе для вас как самое страшное это когда ты пообещал и не сделал или не смог сделать потому что это всегда вызывает и у тебя когнитивный диссонанс что называется и с пациентом тоже как-то придется объясняться почему это не случилось поэтому надо максимально предусматривать какие-то отходные пути какие-то взаимоприемлемые решения с пациентом время медицины когда ты диктуешь условия уходят потому что остается взаимоотношения партнерские в основном и они должны быть именно партнерскими и обсуждаемыми пациент должен иметь максимум информации для того чтобы принять верное решение верное не для доктора а для себя чтобы потом не жалеть об этом решении ну а то что какие-то кризисные ситуации возникают в медицине и они становятся какими-то жаренными фактами особенно в нашей стране ну к сожалению этого наверное сейчас никак не избежать но период спасибо у нас был такой провокационный вопрос почему анестезиологи не любят слово местный наркоз ну чуть-чуть вокруг походили а вот так вот я помню что мне местный наркоз это такое выражение ну это такой жарганизм от пациентов в общем-то потому что они как правило под местным наркозом подразумевает что вам что-то куда-то укололи отключили вот часть тела ну чаще всего это стоматологи да и пациент приходит говорит у меня был местный наркоз наркоз мне лечили зубы под наркоз ну это же не наркоз не наркоз у вас сознание сохранялось сохранялось вы все понимали что делается да соответственно вы у вас не было наркоза у вас было местное обезболивание то есть наркоз это один из видов анестезии более серьезный наркоз это всегда отключение сознания наркоза без отключения сознания не бывает регионарная анестезия там местная анестезия использование любых местных анестетиков в различных местах там то что на слуху эпидуральная анестезия в родах если сознание сохраняется это вариант использования местных анестетиков с отключением какой-либо зоны тела. Сейчас с эрой УЗИ можно отключить практически любую часть тела на любом уровне. Нам два года, у нас эпилепсия, приступы, установка дыхания, и им предстоит операция. Как в данной ситуации, как анастезиолог себя поведет, и какие осложнения им ждать потом? Если у ребенка есть эпилепсия, с частыми приступами или нет? Второй вопрос. Почему не смогли ее поставить под контроль? Третий вопрос. Это плановая операция? Можно ждать еще? Или это все-таки не плановая операция? Или это относительно плановая операция, которая может повлиять на дальнейшее качество жизни? Я так думаю, что это операция улыбка должна быть, то есть это ребенок с расщелиной, с потолок лица. Если это операция плановая, то первая консультация должна быть эпилептолога и попытка поставить под контроль все эти приступы или их минимизировать до максимально возможного уровня. И только после этого уже заниматься этим ребенком. Эпилепсию вылечить, в общем-то, нельзя. Ее можно поставить только под хороший контроль с помощью каких-то препаратов. Поэтому тут, в принципе, другого решения не будет. Первое – это постановка под контроль с помощью препаратов медикаментозных и подбор дозы. Ага, кепродепокина не получает. Ну, да, два года, ранняя эпилепсия. Надо исключать синдром Веста в любом случае. Ну, в общем, с ребенком работать эпилептолога-невролога, довести приступы до минимума, и тогда можно оперироваться даже, я бы так понимаю. В принципе, да. Максимально, чтобы это было безопасно, минимизировать хотя бы количество приступов. Сколько времени? Ну, понятно, что это будет эндотрахиальная анестезия с проведением искусственной вентиляции легких и с последующим наблюдением ребенка, скорее всего, в условиях реанимации. И опять же, это стационарный вариант ребенка. Операция. То есть его нельзя прооперировать амбулаторно. Анна, скажите, а мы еще не оперировались нигде? У вас не было операции раньше? Не было. Готовитесь. У вас не оба? СПР? Расшифруйте, пожалуйста. Много аббревиатур очень в медицине. А как много времени займет постановка эпилепсии под контроль? А при этом они живут, и какие у них проблемы? Оно может занять 2-3 месяца. А, синдром Пьера Робена. Все, тогда понятно. Вот тогда понятно, почему синдром Пьера Робена, скорее всего, он может сам по себе провоцировать эти приступы. Гипоксия. У ребенка заваливается челюсть, он не может адекватно продохнуть, не может осуществить акт дыхания. Ну, здесь, да, относительно срочная, что называется, операция. Поэтому на подготовку я бы потратил, там, ну, 3-4 недели. То достаточно понять, получается или не получается поставить под контроль эпилепсию. Если же не получается, там, я так понимаю, будут оперировать, видимо, челюсть и вытягивать ее. Я правильно понимаю? Вам в данной ситуации торопиться вообще не стоит. Да. Вы в каком городе проживаете, чтобы понимать, насколько... А, А, Монгарск. Вы знаете, Жень, сейчас я скажу, я вам настоятельно рекомендую в данной ситуации, я представляю, что в Монгарске наверняка не самые сильные неврологи, и эпилепсия в столь раннем возрасте, возможно, Кепры и Допокина недостаточно. Я вам рекомендую брать направление в Москву все-таки, в РДКБ. Просите у педиатра, чтобы вас направлять туда на консультацию именно не по пороку развития лица, а именно по эпилепсии. И исключать злокачественную эпилепсию, чтобы привести судороги, снизить, вернее, судороги до нуля. Я боюсь, что если у вас сохраняются судороги... Да, я понимаю вас. Если у вас сохраняются судороги на Кепре и Допокине, то, скорее всего, эти препараты и не работают, и дальше работать не будут. И чем скорее вы получите нормальную консультацию и правильные препараты, тем как бы для вашего ребенка в дальнейшем для его области на развитие будут лучше. Поэтому обязательно РДКП. Можете сами писать письмо им на сайт, можете просить вашего педиатра. Вам нужно обязательно попасть. Операцию по Пьера Робена вам, ну, тут что-то не надо, вы сделаете ее. Как только наладите свои секреты, это просто. Синдром Пьера Робена, он не всегда же протекает судороги, да? И если это отдельный изолированный синдром Пьера Робена... Все знают, что это такое? Я, например, просто новый человек, я не знаю. А, это укороченная челюсть, нижняя челюсть очень коротенькая. Недоразвитие нижней челюсти. Да, недоразвитие ее. И это частенько сочетается с незвращением неба. И такие детишки у нас есть. Если у них нет никаких проблем со стороны нервной системы, если нет у них с отчетной эпилепсией, мы спокойно их оперируем. Но здесь ситуация несколько сложнее. Мы и с эпилепсией детей оперируем, но главное, чтобы судороги были... Ну, либо их не было, да, либо они купировались хорошо. Если у вас до сих пор два года активные такие судороги с нарушением дыхания, по сенению, как вы описываете, то здесь в первую очередь нужно решать проблем с эпилепсией. Продолжение следует...